друзья привет в этом видео я вам расскажу и покажу как своим ходом доехать из тбилиси до монастыря джуари и древнейшего города грузии мцхеты а также что там можно посмотреть и стоит ли туда вообще ехать также друзья смело ставьте лайки и дизлайки пишите комментарии ну и подписывайтесь на канал если есть желание погнали этим замечательным тбилисским утром солнечным и теплым мы отправляемся мцхету и попробуем доехать своим ходом от вокзала до дебе на маршрутках решили не пользоваться услугами такси и экскурсионными группами посмотрим что у вас из этого получится погнали самый простой способ добраться до вокзала дебе это метро ну что друзья мы снова в метро тбилиси купили карточку карточка 100 полтора лари а проезд остается также 50 метров автовокзал находится на одноименной станции метро дедубе туда и едем так вот доехали до нужной нам станции теперь по подземному переходу выходим к автовокзалу вышли на автовокзал с этого автовокзала кстати можно уехать практически в любой город грузии не только мцхету и тут очень много таксистов которые будут настойчиво предлагать свои услуги от их услуг смело отказывайтесь ибо на яндекс такси будет стоить дешевле и удобней если вы конечно решите ехать мцхету на такси на самом автовокзале также находится продуктовый рынок так что можете подзатариться перед дорогой если кому-то это надо вот вышли непосредственно на платформу автовокзала и теперь самое сложное необходимо найти нужную нам маршрутку так как мы едем не в саму мцхету а к монстрюджвари то нужно найти маршрут проходящий мимо крестовой горы на которой находится монастырь пообщавшись местным населением выяснили что нам нужна маршрутка до горе который едет мимо джевари стоимость проезда 3 лари с человека итак друзья начитавшись юзеров в интернете мы решили опробовать такой маршрут до цветы точнее до джевари до монастыря доехали на маршрутке до подножия крестовой горы который находится сам монастырь джевари и вот будем сейчас по тропе подниматься наверх чтобы еще в маршрутку залезть нужно целый квест пройти узнать где она находится отбиться от таксистов навязчиво которые хотят отвезти мцхету за 20-25 лари еще объяснить маршрутчику где нам выйти надо было судить им еще трудно объясняться потому что не особо по-русски понимают но понимаем ну что друзья начало тропы пойдем на полпути к монастырю находится часовенка или маленькая церковь и источник с питьевой водой здесь можно посидеть и отдохнуть теньки согласно maps.me длина тропы составляет 500 метров а набор высоты всего 132 метра поднялись мы к храму джевари подъем у нас составил 30 минут но это мы останавливались у часовенки и спить воды в источнике ну и на съемке видео если чисто топать топать то минут 20 идти причем дорога не напряженная прогулочным шагом можно спокойно зайти монастырь джевари как гласит википедия построен в шестом веке на вершине крестовой горы у слияния рек арагви и куры а нажим тквари близ городом схетан там где согласно историческим источникам воздвигло крест святая не но в честь принятия христианства иберией раннего грузинского царства государства само слово джевари и означает переводить с грузинского языка крест первый храм шестого века был разрушен его останки до сих пор находятся рядом сохранившимся основным джевари воздвигнутым чуть позже от самого монастыря вроде как тоже остались только одни руины но могу ошибаться если что поправьте меня в комментариях кстати этот храм был воспет лермонтова по имен цири но самое топовое друзья ради чего стоит подниматься к монастырю джевари это обалденный вид на город нацхету и место слияния рек арагви и куры от джевари до амцхеты мы поедем на такси потому что идти очень далеко и пожаре как-то не очень хочется а такси стоит 15 варе вот так такси это единственный вариант на чем можно доехать от джевари до мцхеты и наоборот ну что друзья добрались мы до мцхеты и что же друзья нам гласит википедия мцхете так это то что древнейший город грузии был основан в начале 5 века до нашей эры также мцхета была столицей раннего грузинского царства иберия столицей мцхета пробыла до 5 века нашей эры после чего столица переехала в тбилиси а вообще друзья мцхета это большой туристический центр и знаменитым цхета в первую очередь своим кафедральным собором святисхавели который является одним из главных храмов грузии собор святисхавели в современном виде был построен в 11 веке на месте первой христианской церкви грузии сооруженной в четвертом веке святисхавели с грузинского переводится как животворящий столб и про это есть очень красивое предание повесующее постройки церкви предшествующие этому храму с этой легендой друзья кому интересно конечно же советую ознакомиться на просторах интернета самостоятельно так как я встречал разные версии и какая правдивая не берусь сказать и вас заблуждение вводить не хочу недалеко от святисхавели находится древний монастырь сам тавра до сих пор действующий и женский тоже культовое место снимать внутри как оказалось запрещено нельзя мцхета маленький симпатичный хоть и переделанный перестроенный городок с населением всего около 8 тысяч человек несмотря на это является столицей региона мцхетом тянете дошли до окраины мцхеты где располагается старинная крепость бибрисцехе сейчас находящаяся в полуразрушенном состоянии туристов тут практически нет и территории не ухоженная тем интереснее и ценнее это место крепость расположена на крутом утесе на правом берегу арагви между рекой и скалистыми горами и защищала город от вторжения севера как пишут в интернетах крепость нынешнем виде была построена в девятом веке на месте более раннего укрепления датируемого первым веком до нашей эры бибрисцехе сильно пострадал от оползня от крепости осталось не так много полуразрушенной башни пара стен и отдельный элемент укреплений с крепости же открываются живописные виды на окрестности реку горы мцхету и монастырь джвари прямо от сын крепости поймали маршрутку до тбилиси едем мцхеты до тбилиси на маршрутке маршрутка стоит 1 лари с человека едем до метро и дубе вот такая вот друзья у нас получилась поездка из тбилиси мцхету своим ходом и вся дорога нам обошлась на двоих в 25 лари и это с учетом метро мцхету и джвари из тбилиси также можно доехать с экскурсией она стоит примерно 40 лари с человека но в цене экскурсия и комфорт а можно доехать и на такси а индивидуальную экскурсию взять у собора сети с хавелли она примерно обойдется вам за 10 лари так что друзья решайте сами как вам добираться а если вы уже тут были то пишите в комментариях каким способом добирались вы и плюсы и минусы вашей поездки а также что еще можно посмотреть в мцхете чего не показал я а также друзья не забываем подписываться на канал ставить лайки писать комментарии что вам понравилось что нет а ну а 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